Вот кто хочет быстро научиться нормировать, обрезать кусты, то действие номер один, записи токов сезона планируется для каждого куста. Нужно зарисовать этот куст, поподробнее как он выглядит, как он вырос, записать сколько погонных метров прироста вызрело, вот, хорошенько посчитать, это даст весной вам основание для того, чтобы вы каким-то образом знали, как его обрезать. Я думаю, что меня пригласят весной на лекцию по винограду, по весеннему, тогда будет обрезка, наармировка, сейчас про это говорить мы не будем. Дальше, предварительная обрезка кустов. Для тех, кто понимает, что такое предварительная обрезка кустов, нужно сделать следующее. Нужно оставить плодовые звенья, но не с одной плодовой стрелкой, а с двумя. И оставить в стучок замещений не два глазка, а четыре. То есть, чтобы в случае чего, если у вас повредится это все, чтобы у вас была резервная стрелка и резервные почки на стучке замещения. Сейчас про это говорить не буду. Для тех, кто не понимает, что это такое, обрезать ничего не надо, оставляйте кусты, как они есть. Потому что, если вы не знаете, как его обрезать, то и укрывать вам, как бы, ну не с руки, потому что вы не знаете, как обрезать, я вас быстро не научу. Моя практика херсонского виноградарства говорит вот о чем. У нас очень долгая осень, очень долгая осень. И если посадить этот саженец за один день до наступления мороза, и нормально его, как вот я, я теплотехник, да, и нормально его утеплить, нормально его, ну скажем так, сопроводить в зиму, то без всяких проблем он весной просыпается. У меня из посаженных там 30 саженцев, 30 саженцев зимой, вернее весной просыпается и никаких проблем нет. То есть технология посадки саженца заключается в чем? Что вы его, точно по Борису Андреевичу, сажаете плотно, прихлопывая ему корни землей. То есть вы убираете рыхлую подушку из-под него. Потом хорошо это плотное поливаете водой, засыпаете. Верхние почки укрываете обрезанной полиэтиленовой бутылкой, чтобы эти почки не касались земли. Сверху насыпаете рыхлой земли листвы до уровня почки, делаете такую теплоизолирующую подушку. Сверху укрываете его листом шифера, металла, чего угодно, полиэтилена, чего хотите, чтобы туда не проникала зимняя влага, чтобы там была эта теплоизоляционная подушка была сухая. И сверху этого шифера, металла и так далее, вы опять набрасываете какой-нибудь ботвы, листвы, чего хотите, чтобы в зимние оттепели этот вот шифер, металл не нагревался бы солнцем. Потому что у нас бывает в январе плюс 15 бывает, да, и под этим укрытием наш виноград, ооо, и поехал. А тут опять мороз, бах, и все. Итак, сейчас можно сажать еще, вот, вот, еще можно сажать, и я, кстати, сейчас провожу и устройство отводков, то, что не успел сделать, потому что времени, к сожалению, тоже, как у всех, мало. Влагозарядный полив, очень важное мероприятие, очень, уже про него говорил, без этого влагозарядного полива никаких гарантий нет. С ним практически стопроцентная гарантия, что у нас в Херсоне оно перезимует нормально. Кстати, не только виноград. Полейте свои розы, все деревья, все, все, что можно, залейте вот так вот. И дальше самое важное, что в моей практике я укрываю свой виноград. Как укрываю, сейчас расскажу. Значит, сейчас мы пройдемся коротко по тому, ну, те, кто у меня был на лекциях, уже узнает эти фотографии. Как я веду свой виноградник? Веду я его в условиях очень глубокой мульчи. То есть я завожу в больших количествах мульчу, которую получаю от хозяйства, выращивающего грибы, вешенка. То есть несколько грузовиков в год, как правило, у меня уходит на участок и бесследно растворяются в почве. То есть бесследно. То есть сейчас, если мы посмотрим, ну, еще прошлогоднее видно, а вот позапрошлогодних уже точно не видно. Все хотят что-то. Дальше, да, вопросы дальше. Вот, смотрите, это май месяц под виноградом растет горчица. Я под виноградником сею горчицу и каждый год сею несколько раз. Сейчас посеял, она выросла, я опять разбросал семена горчицы плоскорезом. Вот это дело все-таки, вот это дальше. И вот видите, здесь тоже она растет. У меня виноградника много вдоль заборов. Потом следующее. Я, видите, плоскорезом начинаю ее скашивать. Сочная, понятно, всем, кто знает, что такое седерация. Значит, вот это все укладывается и через несколько, ну, через неделю, через полторы всходит новая горчица посеянная. Итак, сколько вот у меня хватает вот этого энтузиазма, столько это все происходит. Дальше. Вот лежит, видно, да, такие упаковки от вешенки, от целлофана освобожденной. Вот они здесь спокойно переплевают, растет березка. Борис Андреевич про березку рассказывал, да, этот. Мне не мешает, не трогаю, ничего не сапаю. Вот так оно все и ведется. Следующее. Вот это завез, две машины, вот они лежат. Вон там тачечка стоит, видите, маленькая, нагружена. Вот так я развожу. Следующее. Вот я привез и начинаю рассыпать. Вот я грядки, а здесь я рассыпаю эту вешенку. Но предварительно я лопатой все, что здесь было с прошлого года, выбросил куда? На грядку. То есть все перепревшее, так как я пользуюсь широкими препаратами, то там все это уже. И пошло на грядку. Понятно, да? Опять уложено. Осенью рассыпаю. Я осенью, потому что весной некогда. Это фотографии осенью. Это прошлая осень, да. Кто был прошлой осенью на семинаре, там у меня на участке, то видели вот эту кучу. Да. Итак, сейчас можно сажать еще. Вот еще можно сажать. И я, кстати, сейчас провожу устройство отводков. То, что не успел сделать, потому что времени, к сожалению, тоже от у всех мало. Влагозарядный полив. Очень важное мероприятие. Очень. Уже про него говорил. Без этого влагозарядного полива никаких гарантий нет. С ним практически стопроцентная гарантия, что у нас в Херсоне оно перезимует нормально. Кстати, не только виноград. Полейте свои розы, все деревья. Все. Все, что можно. Залейте вот так вот. И дальше самое важное, что в моей практике я укрываю свой виноградник. Как укрываю, сейчас расскажу. Сейчас мы пройдемся коротко по тому, кто у меня был на лекциях, уже узнает эти фотографии. Как я веду свой виноградник? Веду я его в условиях очень глубокой мульчи. То есть я завожу в больших количествах мульчу, которую получаю от хозяйства, выращивающего грибы, вешенка. То есть несколько грузовиков в год, как правило, у меня уходят на участок и бесследно растворяются в почве. То есть бесследно. То есть сейчас, если мы посмотрим, ну еще прошлогоднее видно, а вот позапрошлогодних уже точно не видно. Все хотят что-то. Давай дальше. Дальше, да, вопросы дальше. Вот смотрите. Это май месяц под виноградом растет горчица. Я под виноградником сею горчицу и каждый год сею несколько раз. Посеял, она выросла, я опять разбросал семена горчицы плоскорезом. Вот это дело все, Дима, давай дальше. И вот видите, здесь тоже она растет. У меня виноградника много вдоль забора. Потом следующее. Я, видите, плоскорезом начинаю ее скашивать. Сочная, понятно, всем, кто знает, что такое седерация. Вот это все укладывается. И через несколько, ну через неделю, через полторы всходит новая горчица посеянная. Итак, сколько вот у меня хватает вот этого энтузиазма. Столько это все происходит. Дальше. Вот лежит, видно, да, такие упаковки от вешенки, от целлофана освобожденной. Вот они здесь спокойно переплевают. Растет березка. Борис Андреевич про березку рассказывал, да, этот. Мне не мешает, не трогаю, ничего не сопаю. Вот так оно все и ведется. Следующее. Потому что сейчас мне нужно это все обрабатывать, ухаживать за этим, за всем. Вот из этих 50, да, можно было бы выбрать, ну в каждой, скажем так, группе, конечно. Мы различаем, какие сорта. Да, сверхранние это 90-105 дней, очень ранние это 105-115, ранние 115-125, да, потом ранние средние там 5 дней, да, 125-130, дальше средние поздние, поздние и очень поздние. Так вот в каждой, то есть мне нужно практически, чтобы было что сделать, чтобы этот конвейер у меня не был разный, чтобы он работал. Но если мы возьмем, допустим, вот здесь август, да, у меня здесь сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять сортов для семьи. Ну много, это много. Просто-напросто много. Значит нужно просто озаботиться чем? Посмотреть, какая урожайность у куста средняя. И себе распланировать, сколько нужно для семьи, допустим, там из трех, из четырех человек. Потому что ухаживать за таким количеством кустов, это излишнее. Что произошло в этом году? Из-за того, что ситуация меняется, здорово, жизненная, информация стала широко доступна, да, интернет. Для того, чтобы научиться выращивать виноградную школку раньше, нужно было там три, четыре, пять лет пытаться пробовать, да, никто из мастеров не показывал, не рассказывал. Сейчас, пожалуйста, зашел на сайт, тебе рассказали, как вырастить и так далее. И на рынок вышло слишком много людей, которые пытаются на этом подержаться, выжить. Это сказалось на рынке саженцев очень сильно, да, то есть саженцев сейчас очень много. И это сказалось очень сильно на рынке товарного винограда. То есть, когда я в этом году пришел со своим очень хорошим виноградом на рынок, мне сказали, ну, возьмем у тебя, почем, по пять рублей возьмем. Я побрезгнул, я не стал носить свой виноград по пять рублей, во-первых, потому что у меня есть за что жить. Во-вторых, это очень много труда, нарезать, вывести, понимаете, постоять с ним, ну, это нужно иметь часть жизни, потраченную на этот рынок. И вот мы такую массу винограда смогли семьей переработать, то есть мы включили все наши мозговые способности, как же мы его можем переработать. Мы закатали почти 200 литров из столового винограда, конечно, ну, не изменили, сока, так, на соковарку пустили. Мы насушили очень много винограда, вот, всех своих родственников мы закормили этим виноградом, но вывод однозначный. Сейчас нельзя надеяться на то, что вам удастся куда-то продать. Это, ну, то есть, это заблуждение. В сегодняшних условиях это заблуждение. Видели бы вы, сколько людей заложили новые виноградники? Я же консультирую людей. То есть, гектарами, десятками гектар заложены питомники. Сейчас очень многие люди, допустим, персиковые питомники не могут реализовать продукцию. Она практически, как бы, никому не нужна, потому что плохо изучили рынок. И я сейчас как буду поступать? Я сейчас буду сокращать количество этого винограда, потому что, хотя у меня хорошо организованы шпалеры, да, но я буду их упрощать, чтобы меньше труда было, чтобы он, как бы, сам по себе рос. И вот в этом плане, чем хороши вот эти вот укрытия на шпалере, да, тем, что два часа всего-навсего накрыть, два часа потом весной раскрыть. Ничего не надо делать. Нужно только хорошо организовать шпалеру. Очень хорошо сработал капельный полив. Я в этом году часть участка оборудовал капельным поливом, правда, его на зиму снял на всякий случай. Вот. Но я доволен, и в следующем году мы потратим деньги на дооборудование. Это большой, большой подспорь. Вы знаете, еще есть такая вот горечь. Почему? Потому что я в этом году не пользовался химией. То есть я поставился перед собой целью, да, пользуюсь только им препаратами, биопрепаратами.